Всем привет! Сегодня мы будем с вами обедать. А обед у нас до 10 утра. Сегодня я проснулась рано, в 7. Ваню уже отправила на тренировку. Ваня сбегал, тренировки не оказалось. Фа, мама, я вспомнил тренировки. Нет! Короче, приготовила запеканку. Здесь у меня макароны, яйца, обжаренные шампиньоны, цветная капуста и сыр. Здесь у нас лук сырой, солонина, листья салата и свежие огурчики. Будем кушать. Тут у меня еще кофе горячий стоит. Кошка там что-то скребет. Всем приятного аппетита! Кто будет, она кушать? Не знаю, уже, наверное, остыло все 350 раз. Поставила в духовку и пошла с Ваней выбрасывать мусор. Наши после ремонта тут, ну, кухню-то вот мне переделали. И очень много осталось всяких прибамбасов. Вот и надо выбросить. Я работала же. Сначала гуляли. Ой, да вообще. Вот такая запеканка получилась. Макарошки, которые я купила, цветные. Вот, решила их приготовить. Ну, всем приятного аппетита! Кто будет, она кушать? Кстати, микрофон сегодня новый. Не знаю, как будет звук. Ну, попробуем, что. Ой, горяченько. Пошли мусорку выбрасывать. Плита-то была включена. Думаю, ну что, сейчас горится. Нет, ничего. Купила еще вот такую солонину. Первый раз. Такая вкусная. Мне понравилась. Единственное. Не кусается. Надо сразу резать. Маленькими. Солоненькая такая. Пришла я с работы. В пятницу. С ночной. И ко мне сразу же пришел мужик. С которым я договорилась. Чтобы поменять мне, ну вот, фартук и столешницу. И он пришел где-то минут двадцать десятого. Я в девять пришла домой. Он пришел минут двадцать десятого. И как началось строительство? Господи, я думала, я не переживу. Пока я это все разбирал, крушил, все полностью разобрал, всю полностью кухню. Я пока разбирала из шкафов. Выбросила целых два огромных пакета лишнего. Ну там всякие контейнеры, которыми не пользуюсь. Крышки. В общем, всякое барахло не нужно. Все, думаю, пригодится. Все складываю. Пригодится. Пригодится. Поняла, короче, что ничего не пригодилось. И все, вот это вот лишнее выбросило. Пока он это все пилил, крушил, все подметаешь, 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 подметаешь. Чтоб не разносилось от мусора. В общем, поспать вообще не удалось нисколько. И ко мне должна была Воля приехать вечером. Пришла посылочка от Василька. Я что, в основном, все для Оли заказала. Нет, да. Он ушел полшестого вечера. Все собрал. Макароны вкусные. Такой мужик приятный, такой классный. Он пока собирал-то тут у меня. Мы, сука, поболтали, поговорили, поржали. Вообще, интересно. У меня смеситель испортился. Дверь у меня была отломана. Ну, сами, кто влоги смотрит, тот видел. Он за смесителем съездил. Он поехал в столовую покушать. Заодно заехал смеситель, купил. Ничего, ни копейки с меня не взял лишнего. Вот как мы договорились, на какую с ним сумму. Ту сумму он с меня и взял. Я ему сверху заплатила. Что он гонял? Смеситель все поменял. Все так хорошо. Дверь повесил. Я прям нарадоваться не могу сейчас. И все. Короче, я только спать. Через час мне Оля звонит. Я приехала. Он сейчас поспал только часик. Ну, естественно, он уехал. Мне надо было быстро все помыть, перебрать, распихать все обратно в шкафы. И пока я тут весь мусор перебрала, с меня 33 пота сошло. Зато Оля уже приехала в порядок. Ну, единственное, вот эти все вот столешница старая, вода осталась, фартука, это вот мы еще не выбросили. Тяжело, потому что с Ванькой надо вытаскивать вдвоем. А Ваня то в школе, то на тренировке, то я на работе никак не можем пока это. Собраться. Духом. Потом. Мы пошли на дискотеку. Мы сняли распаковочку. Кстати, вот эта кофточка тоже с Василька. Прям вообще мне так понравилось. Я себе две кофточки заказала. Все остальное у Оли. Два костюма, топики, футболки. Оле все понравилось. Ну, как она сказала, мне все понравилось. Ой, макарошка упала. Уехали на дискотеку. Там встретились с девчонками, с моими, с которыми я работаю. Ну, они не позволят, они пошли. Я говорю, мы и так собираемся. Там встретимся. Ну, в общем, мы встретились, натанцевались. По тагилу погоняли. Как обычно, под утро домой приперлось. Вместе с Олей. Все, и утром опять рано встали. Пока Тусю, 5-10. Потом еще мы сходили в ресторан. В общем, все три дня. Это вообще все было так занято. Что, Анатолий в воскресенье уехал? Мы сходили, купили Ване кроссовки. Кроссовки. У нас же магазин, в котором мы покупали обувь, Ване, для баскетбола. Он закрылся. Сейчас, если только ехать в Екатеринбург, покупать обувь, ну, вот, в которую вот он ходит. Ване мы взяли в спортмастере. Они были 9 тысяч, но у Оли карточка со скидкой есть. И мы купили их за 8-100. Его ботинки вообще в пух и прах развалились. У Вани на карточке были денежки. То есть, Евгений с Яной, вот, ему отправляли, да? Он говорит, мама, можно я куплю себе два мяча? Он купил себе два мяча. У нас уже вся квартира в этих мячах. Ну, ладно. Купился новый мяч. Большой и маленький. Он в телеграм-канала скинула. Показала. И Дмитрий с Николаем тоже отправили Иване денежку на день рождения. Спасибо всем вам огромное. На эту денежку мы взяли, Иване, кроссовки вот эти вот. День рождения у Вани 27-го, если что. Ну, я работаю, и у него развалились кроссовки. Поэтому мы заранее пошли и все это купили. Потому что он уже, мама, мне ходить не в чем. Я говорю, ну, пошли покупать. Вот. Он уже сходил в них на тренировку. Он говорит, мама, какие шикарные эти кроссовки. В этот раз взяли мы другой фирмы. Взяли Пуму. И он сказал, что очень-очень ему понравились эти кроссовки. Очень удобные. 46-й размер. Я была в шоке. Но, может быть, у них такие, это, а размеры не наши. Как они называются? Европейские или как? А, наш 45-й, да? Ну, я посмотрела, качество вроде бы ничего. Сыр уже все застыл, блин. Надеюсь, хватит надолго. Ничего не снимали. Потому что я вообще из сил выбилась. Ничего не готовили. Вот от слова совсем. Я ничего не готовила. Вот единственное, что макарошки варила. Ваня там пельмени ел. Купила ему пельмени. Я говорю, ничего делать не хочу. Просто сил не было вообще никаких. Вот сегодня я запеканку сделала. Еще думала борщ сварить. Прям хочу так, борща. Опять Ваня не очень любит буш. Но он его ест. На улице у нас вообще морозильник такой. Умите, с приправами, с чесночком. Обрезал, обрезал окошки. Ничего не обрезал. Поехала на работу. Все уши отморозила. Надо было шапку одевать. На работе холода. Курточку одела. У меня там курточка есть. Принесла туда. Чтоб холодно. Зимой-то вообще там. С ума сойти можно. Сейчас вот осень. А я уже окалила. Ваня что-то не захотел сниматься. Даже есть что-то не стал. Пошел. В Екатеринбург мы не уехали. У Лянки. Все поболеет. Сильно кашляет. Поэтому мы не поехали. Дереволеет. Бухает как не знаю кто. Мне что-то захотелось отцветнуть капусту. Это уже вторая. Позавчера делала. Просто отцветну капусту обжарила. Яйцом. Залила и сыром. А тут решила вот так вот сделать. Запеканку. Такое. Надо в этот блок уже смонтировать. Выложить. Как у вас настроение? Я тут отдохнула. Сука мы неделю. Больше недели наверное не снимали. Да? Как мне показалось. У меня столько времени появилось много. И туда. И сюда. И полежала на диване. И ничего не делала. С мукбангами-то. С утра просыпаешься. И сразу думаешь. Что приготовить? Целый день готовишь. Потом снимаешь. Потом еще остаток дня монтируешь. А тут. Ну может еще такое состояние. Что скорый отпуск уже осталось. Мне еще 4 раза на работу выйти. У меня уже это. Такой расслабончик включился. По поводу справлять мы будем или не будем день рождения я не знаю. Потому что Ваня опять косячит. Учителя жалуются. Поощрять знаете нет желания. Его вот это поведение. У него игры будут 27-го, 28-го. И 29-го. Учительница его классный руководитель прям враждебно настроена. Она один раз уже его не отпустила на игры. Я думаю. А в этот раз будут серьезнее игры? Думаю тоже не отпустит. Но он вроде учится. Вроде оценки исправляет. Тут я смотрю в дневник захожу. У нас дневник-то еще через раз работает. Он то работает, то не работает. Тут я заходила две недели. Извините, сервис временно не работает. Ну блин, как проконтролировать мне тут писали. Почему система такая современная. Можно все проследить. У нас ни хрена не работает вечно. Как не зайдешь, сервис временно не работает. Как проследить? Я бы с радостью. Тут вроде работает. Смотрю, оценки есть. И двоек до хренища уже учиться не успел начать. И вот из-за двоек-то она его не отпускает. Но он вроде исправляет. Старается. Я ему сказал, говорю, Ванька, тебя один раз не отпустили. Если ты сейчас не исправишь все эти свои оценки, она тебя и в этот раз не отпустит. Она как-то вообще к нему относится не очень хорошо. Да он сам заслужил к себе такое поведение. Поэтому думать надо заранее головой своей. О том, что делаешь. Я его предупреждала. А вот за него делать домашнее я не собираюсь. Это его жизнь, это его голова. Единственное, я с ним только разговариваю. Объясняю, что так делать нельзя. Если ты сам не сделаешь, за тебя никто делать не будет. Это твое будущее. И усю. Пороть его. Дядя двухметровый. Ага. И я 175. Он уже на полторы головы меня выше. Убить бесполезно. Как бабушка говорила. Капай. Капай. Вот когда вода на камень капает, там же образуется луночка. Если она будет долго-долго капать в одно и то же место. Вот и ты, говорит, ему в голову капай, капай, капай. До него все равно когда-нибудь дойдет. Ну вот я капаю на мозге. В общем, спасибо, что заглянули. Спасибо, что... Надеюсь, поставите лайк. Напишите комментарий. Когда был следующий мук-банг, ничего сказать не могу. Потому что... Что-то я так хорошо кайфанула за это время. Отдыхаю. Вот. Ну, влог скоро выйдет. Потому что уже пора. Надо его давно уже смонтировать. Сегодня уже среда. Сняли в пятницу. Так что сегодня буду заниматься монтировкой. Влога. Так что, может, сегодня-завтра влог выйдет. Все. Всех обняла, поцеловала. И увидимся с вами когда-нибудь. Пока-пока.